Повтори, что? Сразу разрешить, да. Сейчас. Видно, да? Да, Вида. Сегодня мы с вами поговорим о том, как построить свою успешную карьеру в IT. Это будет чисто мой взгляд субъективный. Это будет о том, как я бы построил свою карьеру. Пока все учат языки и технологии, мы будем говорить о том, как делать деньги, как построить свою карьеру и как вот так подняться вверх. Как бы я построил свою успешную карьеру? По сути, карьеру нужно начинать большой компанией, потому что... Принято начинать большой компанией, потому что ты там будешь учиться у других людей, перенимать их опыт и расти. Потому что ты еще маленький, и ты ничего не знаешь. Презентацию подготовил так, потому что здесь все школьники, и как мы правильно должны обойти и уйти. По сути, мы школьники, и нам нужно найти единомышленников, с которыми мы сможем вместе там взаимодействовать и поддерживать друг друга. Это может быть, допустим, крутой вуз, куда ты хочешь попасть, потому что в крутых вузах собираются такие же, как и ты. Там, допустим, если ты хочешь стать айтишником, тебе нужно найти, как я уже сказал, таких же ребят, единомышленников. И это может быть крутой вуз, большая компания, местный клуб или же твои друзья. Также у нас есть бюджетки айтишные клубы, то есть, допустим, не обеспечивая клуб программирования, где люди приходят, собираются и делают какие-то совместные проекты. Здесь я накидал просто фотки, допустим, самых крутых университетов, там, Стэнфорд, КРИСТ и айтишные, айти столицы, там, Германия, Швеция и Нью-Антис. Изначально я бы целился в крупную айти-компанию с сотрудниками, там, ну, с количеством сотрудников более 400, потому что такая компания уже будет более устойчивой, к ней будут налажены процессы и все будет работать так, в режиме, знаете, такой многопоточности. Здесь вы можете увидеть примеры таких самых стольных компаний в СНГ, куда бы я стремился изначально. Допустим, Яндекс, ИПАМС, КАЕНК, это такие, знаете, самые, можно сказать, жирные компании. Билайн, проект, сильное окружение, карьерный рост, новые знакомства, новые места, в них вкусно, кормят, и у них есть ресурсы растить вас. Сейчас мы поговорим о каждом из них в отдельности. Допустим, интересный проект. Допустим, так, возьмем, к примеру, Яндекс. Акклубавание, самая такая, шумевшая на данный момент, все ее знают, и, по сути, у нее есть много проектов, и можно устроить какой-нибудь ноунейм проект, который будет заниматься вообще, знаете, какой-то, в общем, как бы сказать, типа аутсорса будет, в общем, скучный проект будет. Туда будет легко устроиться, но вы оттуда ничего не научитесь. Это будет, знаете, пустая трата времени. А вот если будет проект по разработке новой технологии и распознавания листов, это звучит интересно. Туда, конечно, выруются крутые разработчики, где вы сможете, там, поработать вместе с ними, перенять их опыт и, в общем, браться опыта. В последующем работодатель будет видеть вашу заинтересованность к работе. То есть, если вы уже на раннем этапе проявите свой интерес к проекту, то есть, вы будете показывать то, что вам не без разницы, на чем работать, это прям живный плюс будет для вас. И такие кадры более ценные, на IT-рымки, я бы сказал так. У них на месяц зарплаты прям просто 2x-3x идут. Так, сильное окружение. Почему в больших компаниях по-любому будут такие, знаете, бордатые дядьки, у которых будет огромный опыт, и они тебя смогут там научить, эй, малыш, иди сюда. Типа такого. И там будут синьеры-разработчики, и у вас будет, возможно, свой наставник, допустим, какой-то более зрелый, более зрелый разработчик, который будет вас там натаскивать, говорить, что делать, что не надо делать, вы будете учиться у него. Exponential growth, я это сказал так, потому что, типа, у вас будет, знаете, карьерный рост будет идти резко, потому что в большой компании вы будете учиться прям очень-очень быстро, будете хвататься всему, и это прям очень круто. Наработка hard source кило, конечно, вы будете это учиться, и вот, карьерный рост. У вас уже будет опыт работы в крупной компании в режиме многопоточности. Работая в большой компании, вы сразу понимаете уже, как работают процессы, будете принимать культуру компании, будете понимать, знаете, ритм работы, то есть, если взять тот же самый начальный проект или стартап, где вы просто там поработали 8 часов в первый день, потом ничего не делали, неделю, а потом снова взялись за работу, это неправильно. А в большой компании вы будете учиться, как правильно и эффективно работать. То есть, вот, так бы я отметил еще то, что вам позже будет еще легче найти свою следующую работу, потому что имея уже опыт работы в крупной компании, последующий работодатель будет видеть то, что вы уже знаете, как работать внутренние процессы, вы будете понимать, как вам взаимодействовать с людьми, и это опять же ваш плюс на пути. Новые знакомства. Я бы сказал, что самое основное в IT это тусовка и вот этот нетворк, это прям без него никуда. Если вы не умеете там общаться с людьми, то, не знаю, ваша карьера наверное уже не так пойдет горбиком, поэтому я бы вам всем рекомендовал развивать свои софт-скиллы, поступать перед людьми, сейчас общаться с людьми, и это прям вам очень сильно поможет. Нисколько ваши там технические скиллы, ходить может научиться каждый, а вот именно коммуницировать это не так просто. Также ваши знакомые, старые друзья могут стать ключом к решению каких-то новых задач. Допустим, я вам приведу пример такой, если у меня там, я со всеми общаюсь, у меня есть друзья там, допустим, из США, из Канады, и у них там заливает какой-то проект, им нужен там JavaScript-разработчик, я не готов ему платить 5000 долларов. Также у меня есть друг Азамат, допустим, он в Бишкеке, он знает, как решать такие кейсы, и он готов получать 2000 долларов. То есть, по сути, я могу взять проект за 5000, стать 2000 Азамату и между ними вот так просто 3000 брать. Это вот, тоже заработать. Поэтому нетворкинг в IT-шке прям сильно решает. Не можно зарабатывать просто своими мозгами. дальше трудоустройство в другую компанию, да, потому что крупные компании трудоустроиться не так-то просто, вам опять же нужны связи, как и у меня было с Microsoft, без этого никуда, и вас кто-то должен оттуда подзвать, рекомендовать вас, напалить, и вас только потом позвольте. в дальнейшем это вам поможет для повышения должности, да, потому что чтобы апнуться в карьере компании, вы же должны расти как-то, повышать свою должность, как это можно осуществить. Получается, более сильный разработчик может сказать, вот этот Абихан у нас работал долго, он реально крутой, может, его повысим, и все вот так работает, то есть могут меня так повысить. Вкусно кормят, в больших компаниях очень вкусно кормят, обычно это прям бесплатные снеки, бесплатная еда, либо же вам дают такие, знаете, большие скидки на ресторанах вокруг офиса, типа такого, то есть вы можете там вкусно покушать бесплатно или большой скидкой. У них есть ресурсы растить вас, допустим, ман компании, это огромные корпорации, они могут вкладываться в джуниор разработчиков, которые прям только-только пришли, они могут из них прям вырастить больших ребят, и у них на это есть все ресурсы, у них есть время, у них деньги, у них есть разработчики, которые готовы взяться за вахтам, поэтому нужно стремиться в большие компании, и они хотят просто вырастить специалиста для себя, но вы можете технично оттуда спалить и дальше выйти. Поработав таким образом два-три года, я бы уже стремился, наверное, на запад, это чисто такой, знаете, мой взгляд на карьеру, потому что нельзя сидеть на одном месте, нужно исследовать новые места, новые компании, новых людей, и возможно, я бы там прицелился в Европу, знаете, такие айтишные тусовки, прям, каткорные, я бы назвал это Лондон, там, Мюнхен, Швеция, допустим, Стокгольм, это прям такой москласс для разработчика, если вы туда попадете уже в большую компанию, у вас будет еще один такой рывок, как в начале, вы познакомитесь с новыми людьми, опять же, новый нетворк, и вы прям опять еще раз густанетесь. Также не забываем нашу цель, я забыл вначале сказать про нашу цель, наша карьера заключается в том, чтобы отсюда из Бюни разработчик стать техническим директором Гугла, допустим, СТО, находим новые тусовки, знакомимся с людьми, расширяем свой образ. Просто нужно общаться с людьми, самое основное. Имея уже крутой опыт работы, непростые проекты, когда ты уже такой, знаешь, прям хардкорный кодзер, у тебя есть прям крутой резюме, всякие публикации о тебе, что-то сделал, можно уже целиться в ман-компании, это чисто мое мнение. На самом деле такие большие компании можно залететь со стажировки, если вы крутой студент, выиграли олимпиады, можно со стажировки туда залететь, но если вы допустим, у вас не было ничего в юности, до 18 лет у вас ничего не было, вы просто залетаете в ИТ-шку, то я бы сначала наработал скиллы свои, опыта набрался, а потом уже встраивался в ман-компании. По сути, можно устроиться в любой офис мира и потом уже оттуда релокейтнуться в штаты, в головные офисы. Это такая небольшая фишка, которую некоторые отечники используют, то есть, допустим, устраиваются в Google в Сиднее, где-нибудь, а потом своему менеджеру пишут, что я хочу в штаты, его переводят в главный офис, и он уже в Кременевом долине тусуется. Лично я считаю, если у вас есть опыт порядка 5-8 лет, когда уже как тимлид уже работали, как синьер, можно попробовать начать свой стартап. Вообще, начинать свой стартап это такое, знаете, непростое дело, и это каждому свое. Некоторые могут остановиться на позиции тимлида или там мидл-разработчика, кому как, потому что у каждого своя выдержка, у каждого свои амбиции, лично я бы попробовал построить свой стартап, внести какой-то вклад в общество и показать, я тоже могу создать приложение и помочь вам. Вот так вот, если вы следовали всем тем шагам, которые я ранее сказал, у вас будет прям супер крутой кейс для того, чтобы начать свой стартап, потому что у нас есть связи, у нас есть куча друзей, допустим, из России, из Кыргызстана, Канады, России, прям огромный нетворкинг, вы понимаете, как работают большие компании, вы уже там от и до изучили все процессы, у вас уже широкий кругозор, вы уже знаете, как работает рынок, какие тренды, допустим, как ловить хайп, как зарабатывать, и вы просто как насмотренный дядька уже готовы начинать свою уже компанию, и в этом случае вам будет гораздо легче основать свой стартап, к примеру, даже могу рассказать про одного, сейчас, я забыл его, в общем, один парень работал порядка 15 лет или 10 лет директором по продуктам Google, и он туда уволился, и вот недавно уже основал свой стартап и сразу привлек 10 миллионов долларов, это все потому, что не у него крутой стартап, а стартап, то есть он основал его, и у него крутые связи, поэтому такие большие деньги, но далее уже как пойдет ваша работа, то есть возможно вы там облажаетесь со своим стартапом, или вы до этого криво строили свою карьеру, в общем, может где-то вы спотнетесь, или возможно вы основите свой юникор, и у вас там рыночная стоимость будет порядка одного миллиарда долларов, будьте таким самым крутым в списке Forbes, а вас будет знать весь Кыргызстан, или же вы можете просто выйти с ранней стадии, если ваша компания, допустим, достигла нескольких миллионов, и вы просто свою долю продали более крупному игроку, допустим, как это сделал WhatsApp. основатель WhatsApp, хотел устроиться в Facebook, его reject не взяли, затем он такой, еще я строил стартап, устроил WhatsApp и продал его за несколько миллиардов, типа такого, ну все, он теперь счастливо живет, не парится, и также вы можете просто там обожать свое дело, верить в него, и прям идти до конца, возможно, это тоже такой ключ к успеху. Имея опыт создания своего стартапа, когда вы уже занимались предпринимательством, знаете, как работает бизнес, вы можете залететь в такие крутые должности как технический директор. Допустим, если взять должность технического директора, директора по продукту, по маркетингу, обязательно будет такой, знаете, requirement, что вам нужны опыт большой компании, опыт создания своего стартапа, то есть вы должны быть супер развиты во всех областях, и тогда вы сможете залететь на такую большую должность. Но на данном этапе у вас будет, знаете, вы можете залететь на такую должность и там впахивать дальше до конца своих дней на эту должность, пока вас не выбрут или сами не уйдете. Или уйти опять же в другую степь. Я забыл рассказать про то, почему вы можете связаться с директором крупной компании. Это, знаете, это тоже такое одно из сложных ступеней, которое можно перейти только благодаря своим связям. Везде нетворкин, запомните. То есть более крупный игрок в компании может порекомендовать вас, если вы с ним знакомы, у вас там есть связи, вы можете с ним списаться и сказать ему, вот я хочу куда податься, помоги мне. Говорить ему, я тебе даю первые две свои зарплаты и ты меня хорошо рекомендуешь. Все, руки бороли, он тебе рекомендует, залетаешь на эту должность, проходишь собес и все, ты уже технический директор. Ну и конечно ваш возраст. Если вы будете строить карьеру криво, где-то там посекнетесь, не знаю, допустим, будете долго застревать на каких-то этапах, вы состаритесь, это уже будет большой минус. К тому времени появятся другие китайцы, корейцы, которые вас выберут с места, 25-летние парни с огромным опытом скажут, нет, брат, это мое место. Поэтому нужно поторопиться и большой опыт не есть хорошо. Важно иметь более глубокий опыт, нисколько не количества времени чем-то занимался, а именно то, какие проекты ты брал на себя. Карьера в IT это постоянная гонка, в которой можно споткнуться и упасть. То есть, как я сказал уже ранее, вам нужно всегда бегать, чтобы учиться работать в IT, вы будете вкалывать по сути днями, ночами, это непросто, честно скажу. И чтобы оставаться на полугу даже обычным разработчиком с опытом 2-3 года, вам нужно всегда переучиваться, учить новые технологии, поддерживать свои знания, алгоритмы. И вот, поэтому я бы не сказал, что это просто. И я вообще никому не рекомендую идти в IT, лучше заняться терминством, это гораздо легче. И успех это как поезд, за которым все бегут, и не все на него запрыгивают. это правда. Все хотят поймать успех, но не каждый этого развивается. Тут бы я сказал, что карьера в IT это work smart, типа not hard. Хотя на самом деле там будет work smart и work hard. Вообще надо топить. Вот в целом у меня все. До начала немного лопнулся. если у вас есть вопросы, можете задавать. Не упускайте такую возможность задать ему вопросы. так у меня вопрос. Как вы находите время на развитие скиллов и на нетворкинг? насчет нетворкинга. Обычно я встречаю разные мероприятия. Точно стараюсь. Иногда знакомлюсь с людьми, иногда нет. И обычно это происходит в некий дыне. Просто берешь коннектирс с этими, потом еще им пишешь. Вот. В целом у меня не такой хороший нетворкинг. Просто были хорошие приставы друзья. Можете рассказать про свой личный опыт? Про свой личный опыт я бы сказал так. Я учился программированием чуть больше одного года. Занимался этим. Потом у меня появилась возможность. Я написал один старый знакомый, не могу сказать кто. И в общем он мне сказал типа Абельхан вот ты учился. Я знаю что там был там супер горел желанием этим. И тут появляется проект его нам предлагают и им нужен стажер по типа пайт разработчику могу попробовать. Я согласился подал заявку отправил им свое резюме и потом пошел собес тесты всякие. И вот на днях у меня будет официальная встреча уже представитель компаний я буду выбирать свой первый проект. вот так вот тут вопрос в чате можешь рассказать про свой личный опыт или ты уже ответил? Да, я ответил сколько вам лет сейчас мне 16 лет программистами. у меня есть вопрос а что если смотри сейчас все последнее время хотят стать программистами будет ли что будет если 90% всех подростков пойдут в идти сферу или это нормально я понял смотрите какую мотивацию сейчас ловят подростки все люди взрослые мужики это деньги все хотят деньги по сути это правда я тоже честно меня тоже приманивают эти деньги если там посмотреть на доклады сеньоров работников в штатах это порядка 500 тысяч долларов в год за все вот я думаю нужно нужно себя правильно настраивать свои правильные амбиции иначе вы быстро загорите знаете когда ты загораешься как спичка должен долго гореть если твоя мотивация будет просто залететь в айтишку заработать пару тысяч уйти не знаю в целом не должно быть такого страха что программистов станет много все равно будут говнокодеры и будут нормальные программисты вот это короче будет уже зависеть от твоих собственных вот так несовершеннолетним можно работать да можно работать вполне главное себя правильно преподнести сказать что вы готовы к этому потом обычный заявок перед нами будет несовершеннолетним если вы будете искать обычную работу с этим не должно быть проблем люди не смотрят на ваш возраст на ваше проживание не смотрят на вас как на специалиста то есть если вы умеете реально крутые вещи делать независимо какой универс универс закончили вас по-любому пригласят на работу поэтому не стоит себя ограничивать то что вам 15 16 лет и нужно всегда действовать не бойтесь вы отключите вы устойте от программирования сюда я не программирую сейчас сейчас я только гуляю с друзьями и поставляю последними днями лета хорошо спасибо